Инвесторы вложат деньги в челябинские недострои. 16-этажку по улице Даватора завершит компания «Южуралспецмонтажстрой». Намерена потратить на это 120 миллионов рублей. А вот дом по братьев Коширины ждет техническая экспертиза. Полина Кирсанова продолжит. На самом деле это вот одна из комнат моей квартиры. Предполагалось, что здесь будет спальня. Здесь бы он поставил кровать, а отсюда любовался бы видами челябинства с высоты птичьего полета. А таком Иван Пуш мечтал давно. И пару лет назад, как никогда, к грезам был близко. Взял кредит в банки, вложил 3 миллиона рублей в долевое строительство и стал ждать. В течение последних трех лет ничего не происходит. Дом должны были сдать летом 2014-го. Он готов почти на 90%. Но стройка стоит замороженной. Квартир ждут около 70 дольщиков. В компании «Град», которая возводила комплекс, началась процедура банкротства. По факту пропажи 75 миллионов рублей полиция возбудила уголовное дело по статье мошенничества. Идет следствие. Вместе с областным правительством дольщики искали нового инвестора. И нашли. Достроить многоквартирный дом взялась компания «Южуралспецмонтажстрой». На возведение необходимо 144 миллиона рублей. И еще 25 миллионов на присоединение к инженерным сетям. В настоящее время мы вместе с представителями регионального Минстроя самостоятельно подобрали застройщика. И добиваемся того, чтобы права были переданы именно этому новому застройщику. Это достаточно сложная процедура, поскольку сама по себе схема смены застройщика новая. Помогать дольщикам будут специалисты Минстроя. О завершении строительства дома по улице Даватара и других замороженных высотках говорят на совещании у губернатора Бориса Дубровского. Глава региона держит ситуацию на контроле. Нового инвестора нашли и для долгостроя по Комсомольскому проспекту. Причем 50 миллионов рублей здесь готовы вложить сами жители. Дом готов уже на 90%. Самой сложной на сегодняшний день остается ситуация с домом по братьев Кошириных. Вот так высотка должна была выглядеть после строительства, то есть еще в 2012 году. А вот так она выглядит сегодня. Нужно организовать техническое обследование этого здания. Заместитель губернатора Сергей Шаль докладывает губернатору о состоянии дома. Со здания то и дело летит строительный мусор, который попадает в соседние дворы и на проезжую часть. Работы здесь прекратились еще в 2009 году. И в областных властей безопасность здания вызывает сомнения. Конструкции находятся под угрозой обрушения из-за вырытого во дворе Котлована. Строительство жилого комплекса на пересечении улиц братьев Кошириных и Каслинской началось еще в 2009 году. В 2012 должны были сдать объект, но не получилось. После стройки сдачи были перенесены на 15-е, но до сих пор тишина. Инвесторы на объект найти не могут. Слишком большие финансовые обязательства. Нужно практически строить заново. По словам специалиста Андрея Ветхова, дыры в бюджетах застройщиков возникают из-за неравномерных трат денег дольщиков. Также есть много случаев, когда застройщик специально недостраивает дом и банкротит фирму. Не допустить подобных проблем мог бы новый закон о защите прав дольщиков. Его сейчас разрабатывают в Госдуме. Эксперты предлагают и более радикальные меры. Запретить компаниям брать деньги на строительство у клиентов. Если убрать вообще долевое участие и запустить механизм через банковскую систему, это очень сильно очистит рынок от недобросовестных игроков. Банки будут заинтересованы в том, чтобы дома были действительно сданы вовремя. Напомню, что сейчас в области есть несколько проблемных объектов. Крупнейший академ Реверсайт. Но после вмешательства губернатора стройку там удалось разморозить. Борису Дубровскому удалось найти инвестора. Трест Магнитострой вложился в строительство. Три дома сдали в конце 2016 года. И 11 возведут в этом. Инвестора по той же схеме ищут и для другого объекта Чурилова Лейк-Сити. Там недостроено 19 домов.